Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, Свинляндия, снимая в Пелла Ватехдес в магазине Льна. Вот такая съемка была первый раз. Владелец мужчина этого магазина предложил мне сняться. Ну вот, как говорится, я даю тебе возможность снимать в магазине, выключаю музыку. Ты занимаешь примерочную на два часа. Ну вот, попозируешь ли ты нам? Ну а почему не попозировать, если вот такую возможность дают снимать во многих магазинах? Сразу бегут, что показывают вот так, что камера у них перечеркнута, снимать нельзя. Многие боятся, что люди увидят, что они выставили старое и пытаются продавать за новое. Сейчас была в одном обувном магазине и увидела вот эту ситуацию. Да, конечно, они снимать запрещают только из-за того, чтобы вот это никто-то не увидел. Скажут, что чит, вы старое за новое продаете. Какой приятный владелец, какой приятный магазин. Да, было здорово сняться. Ну и вот так, что на два ракурса мне кто-то написал, зачем вы, Оля, вот так все время руки в боки вставляете и поднимаете блузку, чтобы эти брюки показать. Ну, народ, я себе не принадлежала. То, что этот владелец, как говорится, говорил, как встать, я так и вставала. И я не рекламировала себя королевишну, я рекламировала одежу, которая была на мне. Так что, конечно, эта съемка была вот такая первый раз. Поэтому я и написала, такого вы еще не видели. Ну, икеюшка снимал с другой стороны. Так что получилось вот как бы вот так наискосок. Ну, опять же, почему не показать, почему не снять. Тем более, такое количество вещей обычно я не примеряю. Если я 5-6 нарядов примеряю, это вот целое видео. А тут просто 15 нарядов нон-стопом. Ну, и всегда есть вот такие, которые напишут гадости, что за зиму я отъелась, я на себя не похожа. Народ, такая же я, как и была, ничего, кажется, ко мне лишнего не прилипно. Ну, вы не забывайте, когда я сижу вот так, конечно, вы не видите мое остальное, то, что внизу. Чем ниже, тем страшнее. Ну, а когда снимает чужой человек, конечно, ты, может быть, и встал бы по-другому, и как-то, знаете, и бочком, и втянул бы в живот, если какая-то фотка нужна была. Ну, а с другой стороны, снято и снято. Все, это видео уже заложено, выгружено в интернет, уже посмотрели, написали комменты. После боя зачем махать кулаками, так что, может быть, в следующий раз я учту ваши пожелания, что зачем я стояла руки в бок, нужно было руки в карманы. Ну, опять же, в бок, только из-за того, чтобы показать, какой фасон этого наряда. Ну, и много раз, конечно, оставляю такие комменты, что я диву даюсь, откуда люди высасывают вот эту информацию. Ну, и опять же, это не знание, а просто ситуация. Ну, и хороший пример видео, где я показываю 50-летие Минны. Да, вот такое помещение, красивое, мне кажется, этот дом, это старое, вот такое картоно, то есть деревянная, вот такая постройка, 1800 какого-то года. Рая читала прям целую петицию, когда этот дом построен, когда было расширение этого дома, кто в этом доме жил и так далее, и так далее. И многие со мной согласятся, как здорово, что есть вот такие помещения, которые можно снять бюджет, но бесплатный паркинг, да, если ты в центре Тампера снимаешь какое-то помещение, и люди приезжают на машине, паркинг платный, за паркинг нужно платить 2,5-3 евро, а на конец недели, может, и 4 евро в час. Вот если ты на 3 часа приехал, 12 евро, вы не доположь. На автобус тоже нужно приехать, это не бесплатное удовольствие. Тут, вот, как говорится, будьте любезны, бесплатный паркинг, и многие пришли пешком, потому что мы живем, в принципе, вот, как говорится, километр-два в одном районе. Ну, мы приехали на машине, и, как говорится, машину оставили у дороги, никакая не проблема. И был оставлен коммент, Оля, почему не была снята какая-нибудь красивая кафетерия? Я ответила, ну, я хочу еще раз ответить всем, кто тоже, может быть, задумался, почему вот такой дом был снят, а не кафетерия. Если ты снимаешь кафетерию, там наверняка есть какая-то кухня, но вы, народ, не забывайте, кафетерии – это профессиональное место, где могут находиться на кухне люди, которые имеют гигиенический паспорт. Не может просто человек с улицы прийти, пойти на кухню, начать там что-то трогать, залезать руками в этот холодильник, начать лапать кофейные аппараты и так далее. То есть все должно быть вот так стерильно, гигиенично. Если бы после этого праздника, например, в субботу или воскресенье люди бы пришли работать, им бы пришлось всю кухню обрабатывать какими-то средствами. То есть не то, что ты вот пришел, там шуровал, как говорится, как тебе удобно, а на следующий день пришли люди, начали варить кофе и трогать все то же самое своими руками. То есть всегда есть ограничения. Да, Финляндия страна бюрократическая, если написано Низя, так это Низя. Ну, а многие думают, если Низя, но если быстро, то можно. Нет, конечно, Низя, значит Низя. Ну, и я считаю, все здорово был этот праздник, то, что не было вот подачи на стол, мне тоже был оставлен коммент, столы были пустые, это что за праздник? Ну, народ, там был шведский стол, началось вот это угощение с тортика, спели, там была свеча 50-летия, такая красивая золотая картинка на этом тортике. Все, как говорится, поздравили, спели, похлопали в ладоши, начался праздник с кофе. Ну, и кахвиле, финнам, это как прочитать нам отче наше. Да, кофейку попить, это просто все понятно. Ну, и все правильно, если вечером вы подавали этот кофе уже после 7-8, кто бы кофе стал пить, да, потом просто не уснуть. Поэтому начался праздник с кофе, вот с этого тортика, с песни и так далее. Ну, и никто никому ничего не подносил, шведский стол, то есть каждый подходил, отрезал кусок-два, никто не стоял над душой и не смотрел, а сколько ты съел. Точно ты съел достаточно или ты съел слишком много, или ты съел слишком мало. Там был торт, там была вот такая булка, которую Минна привезла из Италии, это какая-то их национальная булка. Я тоже взяла маленький кусочек, но почему не попробовать. В следующий раз, когда будем какие-то итальянские недели в том же Лидоле, можно будет купить вот тоже такую булку, как говорится, на попробовать. Ну, и было два соленых тортика, все это есть видео. Соленый торт был войлейпакакку, называется по-фински. Один был с мясом, второй был с красной рыбой. Мясо я не пробовала, я взяла с красной рыбы. Уже по второму заходу, когда пошли, я этот момент не сняла, только из-за того, чтобы мне не написали, ну, Оля, вы и есть. Ну, всегда кто-то пытается заглянуть ко мне в рот, кто-то пытается заглянуть куда-то еще. Тоже попробовала, все очень вкусно, и это все было заказано в Пито Палвело. То есть вот в такой кафетерии, который организовывает эти праздники. Эти войлейпакакку, такая проблема делать, я делала один раз, у меня не получилось, потому что вот такой хлебный торт любят финны, но это тоже делать всегда должен профессионал. Либо это получается слишком сухо, и ты этот хлеб жуешь сухой, либо получается слишком мокрый, и этот мякошь, как вот действительно раскисший хлеб. То есть это, конечно, профессионализм сделать вот такой хлебный торт. Я считаю, угощения было достаточно, и точно так же я провожу камерой, где стояли напитки, тоже, пожалуйста, подходи, наливай. Никто не стоял над душой, ну и я вижу, что многие приехали на машине, поэтому пили сок, и когда было после концерта Илтопала, вот этот соленый, соленые закуски, то же самое, выставили белое вино, красное вино, но было безалкогольное пиво, что пила моя семья, то есть моя семья не пила вообще, я пила одна. И с нами за столом сидела его сестрица, конечно, тоже смотрела, знаете, так на меня, скажем так, не с большой-то любовью, но с другой стороны, я человек такой, как говорится, умею прикинуться вот таким, знаете, как говорится, дипломатом она спрашивает, я отвечаю, мне с ней детей не крестить, поэтому вот так можно тоже себя вести. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ну и когда я записываю видео и рассказываю, сколько лет она меня ненавидела, и тут вдруг такая любовь, ну, народ, вы не забывайте, мой муж был одинокий, вот такой он жил один, и он помогал денежно своей крестнице, да, крестнице, по-моему, называется, то есть он помогал материально, помогал деньгами с каждой зарплаты, он перечислял ей определенную сумму. Ну и можете себе представить, какой облом Петрович встретил их у двери, когда он нашел меня, и вот этот денежный поток, да, это, конечно, никакие не миллионные деньги, но все равно для вот такой девочки молоденькой это была большая подмога, скажем так, Вику Рахат, как называют финны, этот денежный поток прекратился, конечно, да, меня можно было не взлюбить только из-за этого, и помню, когда мы начали жить, Кеви переписал свое завещание, потому что у него завещание было написано на минну, то есть все, что он имел, свою квартиру, машину, тогда у них еще была дача, он был, о, заказ, вот в этой даче, которая осталась после родителей, он имел одну третью часть этой дачи, все было подписано на минну, ну и, конечно, когда мы с ним начали жить вместе, и я родила сына, конечно, все, он переписал, можете себе представить, они уже наверняка думали, что он, вот какое здоровское наследство когда-нибудь она получит, и тут вот, как говорится, второй Аблон Петрович встретил у двери, конечно, ненавидела она меня только, может быть, из-за этого, ну а с другой стороны, я всегда говорю, народ, если вы вот точно так же живете, и у вас какая-то родственница, вспоминайте всегда меня, вспоминайте всегда меня, и делайте морду кирпичом, как будто, ну вот, да, вот такая жизнь, жизнь длинная, она все расставляет на свои места, не надо никогда расстраиваться, и главное, не вините себя, вот эту большую ошибку, которую делала я, я всегда винила себя, что во мне не так, почему она ко мне так относится, почему она на меня так смотрит, почему она меня так ненавидит, почему она со мной так разговаривает, почему меня не пригласили на свадьбу, то есть я всегда винила себя, ну теперь ответ ясен, просто как белый, вот как, кажется, свет, конечно, все понятно, но нужно прожить жизнь, чтобы понять, почему человек тебя ненавидит, но, к сожалению, когда мы молодые, мы принимаем совсем это по-другому, близко к сердцу, ну и я всегда над собой смеюсь только из-за того, я человек вот такой активный, я, как говорится, могу найти вот такой контакт и с человеком, которого я хорошо знаю, человека, которого я вижу первый раз, ну и всегда можно сделать шаг назад, послушать, что человек говорит, о чем он говорит, что он пытается у тебя спросить, ну и потом уже видишь, как нужно отвечать, отвечать действительно с юмором или отвечать вот так, что вы зачем спрашиваете, микотарку это уж, вы зачем спрашиваете, то есть всегда можно, вот знаете, повернуть это вот в такое чувство юмора, ну и, конечно, многих интересует, когда я продала магазин в семнадцатом году, за сколько я продала, что действительно вот на эти деньги я теперь живу и гуляю, я, конечно, смеюсь над этими вопросами, ну и я ответила тоже вот с таким юмором, я говорю, а вы что, работаете в налоговой инспекции, что вы такие вопросы мне задаете, ну и когда человек понял, что я на этот вопрос отвечать не хочу, повернули тоже в шутку, да нет, просто интересно, что он миленький, то есть я говорю, ну да, мне тоже много чего интересного, но я же это у вас не спрашиваю, то есть всегда можно повернуть вот так, да, люди любопытные, я сама точно такая же, халуэн тьета, то есть я всегда говорю, что хочу тоже знать, я не любопытная, но хочу знать, ну а почему нет, иногда можно и спросить, если вы человека видите, и вы его знаете, почему бы и не спросить, и вот действительно, никогда ты не знаешь, кого ты встретишь, поехали с Кео в Стокман, поснимать сумасшедшие дни, встретила одну свою знакомую, вторую свою знакомую, третий человек меня окликивает, и я всегда смотрю, я же людей много раз не вижу, слышат Ольга голый, что кричат Ольга, и я когда обернулась, увидела свою старинную, старинную знакомую, она приходила еще ко мне в магазин, и я помню, когда я продавала пластмассовую посуду, я приходила к ним на презентацию, ну разговорились вот так, к Митакулу Кукурулу, спросила я у нее, летаешь ли ты еще, она вот пока стюардесса, и она сказала, нет, больше не летаю, хотя еще летать должна 3 года, до выхода на пенсию, но у нее было налеты часов, поэтому вышла на пенсию, вот как говорится, раньше я говорю, ну здорово, теперь как говорится, гуляешь и так далее, да, вот иногда здорово встретить, каких-то своих знакомых, которых ты не видел, и год, и два, и три, ну и когда она спросила, что ты делаешь, я говорю, слушай, ты никогда не поверишь, и я рассказала, что я ходила в так, айкуш, танколу, тушкешкуш, получила новое образование, вот такая хойва, обустая, ну и я у нее спросила, что жива ли твоя мамуля, и конечно много раз обсуждаем, потому что ты людей знаешь, ну просто пол, как говорится, жизни, ты у них был дома, и всегда люди хотят знать, что тебе, как говорится, как ты живешь, чем ты живешь, и что ты делаешь, я говорю, мы живем точно там же, в своем доме, вы не переехали, она переехала в другое место, раньше они жили в Писпола, но вот этот трехэтажный дом, им очень тяжело, как говорится, самому обслуживать, дети выросли, и разъехались, и конечно они остались вдвоем, трехэтажный дом им не нужен, и я когда рассказала свою историю, как я уволилась из этого дома престарелого, престарелых она была в таком ужасе, и сказала, что никогда бы не подумала, что вот такое может случиться, я говорю, ну говорю, я не переживаю, я говорю, не Хармита, Оленька, я говорю, не переживаю вообще, потому что, ну если бы я не уволилась, неизвестно, что бы случилось, и я говорю, что в последнюю неделю, я даже сумку боялась оставить, у нас такая была кухня, где оставляли свои вещи, я говорю, не дай Бог, еще бы в эту сумку мне что-то вот это подложила, ну да, не надо береженого, как говорится, Бог бережет, люди иногда слушают с открытыми глазами, с открытыми ртом, и с открытыми ушами, мою историю, но опять же, так как у нее муж, большой владелец, большого предприятия, я думаю, она ему тоже расскажет, вот какое ужасное может случиться, просто на раз, два, три, может быть, какие-то выводы, и они сделают, а может быть, расскажут и дальше, а я почему рассказываю, я все-таки надеюсь, что эта история дойдет вот до моего места работы, и они поймут, что я это рассказываю, я имею право это рассказывать, я, конечно, не называю ни имен, ни место, где я работала, но вот так, в общем, почему бы и не рассказать, там прям маленькая дыра, всего 250 тысяч населения, можете себе представить, это один район Питера, сколько вот люди по маленькому кругу дружат, и сколько люди знают друг друга, но опять же, жизнь, я говорю, всегда длинная, она все расставит на свои места, ну и когда я говорю, как бы здорово записать видео, вот с этим продавцом колбасы, она, к сожалению, больше не продает колбасу, у нее ее душит вот эта астма, после этого насморка, который ходил три года по Финляндии, да и по всему миру, и тут я ее встречаю, просто на раз, два, три, и она была в такой эйфории, я говорю, господи, ну вот никогда ты не знаешь, с кем ты встретишься, когда ты встретишься, и чего ты встретишься, я говорю, давай передадим Йогане привет, потому что только ходила на 3 плюс 1 в Сокос, встретила Йогана, ходили попить кофейку, и Кирсте говорит, что встречалась тоже с ней, и вот пошла в призму, и встретила ее, тоже было не остановиться, сколько времени не видели, что как дела, я говорю, давай запишем видео, я пошлю ей, она сейчас как раз отдыхает, ей будет приятно, что мы ей передаем привет, постояли, поржали, я говорю, ну ты выглядишь шикарно, все-таки столько лет назад, ты отмечала свое 70-летие, еще такой ты живчик, тусуешься везде и всюду, я говорю, молодец, что не сидишь в этих 4 стенах, и не гладишь свою собаку, молодец, что тусуешься, жизнь такая штука, если сидишь, вот как говорится, в 4 стенах, что нету никаких ни друзей, ни товарищей, очень быстро этот быт начинает тебя засасывать, да, конечно, из дома нужно выходить, общаться, ну и мои финки пригласили меня вот на такой шоппинг, прокатиться по магазинам, прокатиться по Тампере, я, конечно, сразу предложила, не поехать ли нам в Пелла в Атегдас, они все хотят летнюю одежду, я говорю, ну а куда пойти в Стокман, в Сокас, я говорю, пойдем, поедемте, народ, вот туда, да, с удовольствием, мы, конечно, прокатимся, пытаюсь снять, что какое видео получится, что девочки будут покупать, если они дадут, конечно, сниму примерки, ну, я помню, в прошлый раз, когда мы были вот в этом магазине, обувном, все кричали, ой, только меня не снимай, у меня немытая голова, ой, меня только не снимай, у меня отросший пробор, седые волосы, то есть снимаются очень тяжело, только Пяеве кричала, меня снимай, хоть как, я самая красивая, ну, это она говорит, потому что я всегда так говорю, если кто-то снимает, я говорю, ой, подождите, я вот сейчас бочком, 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 вот с этой стороны, я лучше всего, ну, и когда в Пелла в Атегдас поехали на съемку, то владелец магазина тоже сказал, есть какая-то сторона, если с какой стороны ты не хочешь, чтобы он снимал, ну, и вот эту коронную фразу, я говорю, многие написали, он ли, ну, вы приколист, я говорю, ну, а как еще, я ему отвечаю, что, я говорю, с любой стороны красивая, снимай, нет проблем, да, конечно, без юмора, никуда, ну, и опять же, песни слов не выкинешь, мой лозунг этого видео был, пухляки всех стран, соединяйтесь, если хоть один человек после этого видео скажет, слушайте, я точно такого же размера, может, мы действительно купить какое-то платье и начинать лебить себя, а не то, что начинаю себя корить, что вот действительно за зиму наели эти килограммы, ну, кто-то наел, кто-то похудел, это вообще, как говорится, ерунда, главное, чтобы голова была здоровая, здоровье было, две руки, две ноги, они ходили, и руки поднимались, а что еще для жизни надо, конечно, здоровье, это самое главное, а не количество килограммов, которые вы носите, вы носите их сами, и едите вы свое, если есть вот такие, какие-то злюки, которые вам пишут, что, ой, если бы я столько работала, я бы уже похудела, ну, и похудеете, господи, а кто запрещает, главное, чтобы вам было от этого комфортно, и от этого было вам в кайф жить, вот с вашими килограммами, да, конечно, читаете комменты, иногда диву даешься, но с другой стороны, YouTube и есть на то, YouTube, чтобы здесь были вот такие писаки, которые ходят с канала на канал, и пишут, народ, большое спасибо всем, кто поддерживает меня, большое спасибо всем тем, кто подписался на Яндекс.Дзен, там уже больше 400 подписчиков, я удивилась, сначала было 380 с копейками, тут открываю, ого, ничего себе, уже больше 400, да, конечно, это вот такая платформа, я подстраховалась тогда, когда все записывали видео, YouTube скоро закроют, YouTube скоро закроют, и люди писали мне, Оля, где мы вас найдем, народ, вы меня не потеряете однозначно, я про это говорю, так что Яндекс.Дзен рулит, пожалуйста, подписывайтесь, туда я выкладываю тоже ролики, единственное, очень тяжело выкладывать ролики, которые уже, как говорится, были на YouTube, но все равно я вот периодически пытаюсь что-то туда тоже выкладывать, знаю, что люди любят Финляндию, смотрят с удовольствием, и ждут вот действительно этих показов с финских магазинов, ну, и на мне моя любимая кофточка от Change, многие помнят, тогда я спрашивала голосование, народ, проголосуйте, оставить вот эту металлическую пуговицу, или перешить на белую, или на синюю, и многие написали, Оля, ничего не перешивайте, этой пуговицы вообще не видно, не заморачивайтесь, ну, я оставила, вот как говорится, писали вы, и здорово все-таки, вот синий цвет, мой самый любимый, хоть бы как бы я не хотела каких-то других расцветок, но вот все равно синий, это моя самая красота, и многие помнят, я покупала в Ике, вот эти наволочки стоили меньше 3 евро, с удовольствием бы купила еще, может быть посветлее или потемнее, если поедем в Ике, нужно будет еще посмотреть, конечно, эти наволочки, находка для шпиона, ну, и сейчас мы начинаем делать летнюю работу на улице, я с удовольствием сниму, покажу, что у нас получилось, после того, как вот эти большие сосны мы свалили, у меня есть видео на YouTube-канале, и, конечно, что я хочу сделать еще, то есть все время какие-то вот действительно такие работы, которые бы нужно сделать, но иногда эти работы просто невозможно сделать, все упирается в деньги, в Финляндии очень все дорого, то есть если ты что-то затеваешь, всегда нужно посчитать, есть у тебя эта возможность сделать или нет, и нужно ли сделать, то есть всегда вот действительно шаг назад, а не так, что сейчас мы тратим последние деньги, а потом сидим все лето и сосем лапом, да, конечно, хочется летом какие-то праздники себе устраивать, я буду снимать, вот как говорится, что мы будем делать, и потом из этого сделаю ролик, ну и всегда, если какие-то пожелания есть, пожалуйста, пишите, я с удовольствием выпишу, и буду с этих пожеланий снимать дальнейшее видео, ну и когда я говорю, что тупизна, просто вот действительно тупизна тупизной, в Финляндии есть закон, что нельзя открывать эти упаковки, во многих магазинах написано, если вы открываете упаковку, например, с нижним бельем, слоги и так далее, вы должны будете это купить, ну люди много раз слушают, как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело, и хороший пример, сейчас я была в аптеке, вот такой крем под глаза, Эушерин, по-моему, вот так называется народ, если я неправильно произношу, это крем немецкий, здесь у нас филлер, вот такой под глаза, он в аптеке стоит 29,95, и там вот такая упаковка с бумажкой, как пользоваться и так далее, и так далее, ну и опять вот две упаковки было разорвано, то есть люди открывают одну упаковку, что-то почитали, мазнули, вторую упаковку прочитали, мазнули, и там стоит тестер, то есть всегда большими буквами написан тестер, ну и я думаю, сейчас многие, да, откроют глаза, эти упаковки убираются с прилавка, их продавать нельзя, потому что они открыты, и когда я пришла за своими пилюлями, моя подруга Сусанна кричит, Оля, у нас есть два крема под глаза, не хочешь ли ты купить, я говорю, слушай, ну я с удовольствием куплю, но мне два не надо, она говорит, халава ласаад, дешево можешь купить, потому что упаковка вот опять была разорвана, то есть люди вот такие дундрынды, которые по-фински прочитать не умеют, что аля ава паккауксет, что пакет по этой упаковке нельзя открывать, я купила всего за 10 евро, то есть вот действительно иногда, ты не знаешь, пошел за пилюлями, а пришел с таблетками, еще крем под глаза, но опять же вот цена такая, только из-за того, что их теперь продавать нельзя, а продать кому-то надо, ну здорово, что вот моя подруга помнит, что я обожаю что-то вот такое в аптеке купить, ну и тем более за 10 евро, почему бы и не купить, так что народ, ПС, если в Финляндии живете, и что-то вас интересует, подзовите пожалуйста продавца, консультанта и так далее, вам откроют, покажут, расскажут и так далее, но не рвите эти упаковки, не открывайте эти упаковки, и в худшем случае, вас еще заставят это купить, а не так, что вы открыли, понюхали, лизнули, мазнули, положили и пошли обратно, вас могут догнать и заставить это купить, и вы купите то, что вам в принципе и не нужно, то есть всегда вот такой холодный лайфхак от Ольги из Финляндии, подписывайтесь, не хворайте, с вами была Оля из Тампера, всем физкульт-привет, не хворайте.